МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Город Гомель, Гомельске, Будокошалевске, Светлогорске, Добрске, Кармянске, Ветковске, Лоевске и Каленкинске районы. Организаторы кажут, что собрать одразу у всех детей мира просто немогчимо. Зараз на Огомщине таки статус мают 397 неполнолетних. А летых, кто не тропил на областное свято районное отделение фонду мира, обовязково повенчуясь так само. Самым старейшим с тех, кто приехал на областную встречу в 8 годов, а лишь Матхтузых уже может похвалиться первшими значными поспехами. И не только в учебе. Маша участвовала в этом году в республиканском конкурсе «Чемпионат Республики Беларусь по народным танцам», где мы заняли третье место. Также мы участвовали в областном конкурсе «Под белыми крылами», который проходил у нас в районе, это областной конкурс, и мы заняли гран-при. Я хожу в второй класс. Четвертый год хожу в танцевальную. Мне очень нравится ходить на танцевальную. Мне нравится танцевать, и я хочу дальше продолжать. Идея надания статусу «Дитя миру» належит двум областным отделениям Беларусского фонда мира – Гомельскому и Гродинскому, а именно в нашем регионе гэтый рук набыл наибольшь значные масштабы. Миротворцы кажут, что по сути, каждая немовля за часом может стать гонором не только конкретной семьи, а и всего мира. До речи «Дятей миру» часто называют ящей мирными детьми. В том сенте, что и они повинны вырасти людьми, некие обовязково будут потреблять в свете мир и стабильность. Они, когда станут взрослыми, чтобы они знали, что именно у них статус «Дитя мира», и чтобы они делали все от них возможное, чтобы именно был мир, дружба, взаимопонимание. Вот наша главная цель этой акции. У гэтым годзе акция «Дятей миру» пройдена Гомельщине у девятый раз. У ближайшую пятницу активисты фонду «Миру» накируются у родильные дамы, как повиншовать мате, якея на родине 21-го версня, и уручить им ответные посвечения. А на праканце месяца у Гомеля запланована сустреча уже миротворцев-школьников с белорусского Гомеля и российских Бранска, Смоленска, Новозыпкова и Слынки. Олег Сенчаров, Сергей Климович. Реально радует компания «Гомель». До инших тем. Супрацовники МНС Гомельской области суместно с представниками органов мясцовой улады почали проверки пячей у приватным секторы. Контроль их стану уже цивляется, что год напереда дня цепляльного переду. У одним из рейдов, який проходил у Речицком районе, побывали и наши корреспонденты. На территории Караватицкого сельского совета 10 вёсок, у яких проживая больше за 2500 человек. Некоторые из их мают потребу особливую вази. По их адресах и отправятся на зиральная комиссия. Родственники сельсовета, инспектор Держпаж Нагляда, участковый милиционер и социальные работники. Самый проблемный дом у вёсцы Пероволока. Належит ветерану працы, який после смерти жёнки живи один. Тут специалисты означают усе махчимые порушения и правила пожарной беспеки. Разом было знайдено выезде. У худким часе пенсионер перееде на постоянное жихарство, упакуясь астрынского догляду при одной из больниц. За остатним контингентом ситуация простей. У нас было запланировано обследовать 229 человек. Мы все обследовали, плюс многодетные были, социально опасные. На сегодняшний день все замечания устранены по группкам. Пишем ходатайство, оказывают помощь и дровами оказывают помощь, значит, на покупку дров. Всё это как бы нормально, вроде никто не жалуется. Подчас наступных визитов пероконываемся у справедливости этих словов. У доме, где проживаешь мадзетная семья, частеня и парадок. Две печи у задовольняющем стане. Нема расколен, а перед топочной дверцей замоцованный железный лист. Мается оповещальник, заменена электропроводка. За всю отказностью до темы уластной безопасности относятся и пожилые жихары. Они привыкли выражать проблемы уластными силами. И только в случае в острой необходности звертаться за допомогой, которую им, вядома ж, окажут. На сегодняшний день проверено около 97 тысяч жилых домов, составляет 90% от общего числа. По выявленным нарушениям ведутся непосредственные работы ремонта печного отопления. Органами местной исполнительной распорядительной власти были выделены финансовые средства. Руслан Пролясковский, Татьяна Ушакова, Валерий Гапанько, тыля радиокомпания «Гомель» с Речицкого района. До новинок культурного життя региона. Ближе познайомиться с китайской культурой зараз можно у музея Гомельского палацово-паркового ансамбля. Больше 500 экспонатов представлено на выставе под названием «Земля поднебесная». Некоторые речи можно не только разглядеть, а ли нават и примерить. У особных народных костюмах дозволять сфотографоваться. Коллекция «Дзене» демонструя усю разнастайность шмат национального Китая. А кроме того, тут можно убачить и узоры традиционного декоративно-прикладного мастацтва от выраба уз бронзы до китайских лихтарыков. А в видеозале наведвальникам пропануть познайомиться с досягненнями китайского кинематографа. Большое количество видеофильмов и о народном костюме, и художественное кино, и мультипликационные фильмы на самый разный интерес. У православном свете сегодня означается одно из головных святов – рожство про Святой Богородицы. Гэты дзень верники починают с молитвы и по макчымасті идуть у царкву. Во усіх дзевчих храмах Гомеля и в области прайшли святочные набаженствы. Протягтаемы у нашим наступным сюжете. Яна жила на робежи старого и нового заповеду, и ее призначение было вызначено еще до народжения. Повод для падання батьками мары были праведны Яким и Ганна. Долгие годы их великим смутком была отсутность дятей. Пеша и одзинае дитя Господь послал им только у глубокой старости. Народженная девчинка и была будучей святой. Испокон веков в этот праздник, естественно, каждый православный христианин уготавливал свою душу покаянием к тому, чтобы в последующем причаститься к святых христовых тайн. Что сегодня в храме многие это и делали. То есть нужно было несколько дней попаститься, специально подготовиться для того, чтобы сегодня принять в себя Христа на причастие. Обдарование дашки, яким уйгань, обвестил анел. Он же захадал назвать девчинку Марии. До наших дней эту историю донесло святое писание. Сегодня же Рожаство Богородицы для верников – это символ надеи, из какой батьки Марии молились обнароджении дашки. Меня зовут Наташа, это мой сын Андрей. Мы иногда приходим в храм, и сегодня мы пришли отдать дань этому празднику. И, наверное, хотели, чтобы Богоматерь помогла нам вырастить Андрея. Ну, не такого, как ее сын. Ну, как бы мы не сможем настолько приблизиться, но достойным хотя бы человеком. У меня есть еще дочка, которая ходит в воскресную школу в этой церкви, и надеюсь, что сын тоже будет ходить. Во Усходних Славян у гэты дзень Богородицы дякують за новый ураджай. Личится, что и она дает добробытый, а ховая семейное счастье. Ганна Ковалева, Валерий Гапанько, телерадиокампания «Гомель». И на приконцы выпуску про надворья. Гэты дзень по прогнозах областного гейдрометцентра будет теплым. У ближайшие сутки опадка у нее прогнозуется. У ночи ранится, и местами махчимы туман. Температура поветра складе до плюс восьми у ночи, а ле на глебе по заходней полове региона местами махчимы заморозки до нуля минус одного. У дзень слупок термометра уздымится до плюс пятнадцати двадцати. У сираду дзенная температура поветра повысится до плюс двадцати пяти. Шетверга по суботу будет каля двадцати семи-двадцати восьми градусов тепла. У ночи слупок термометра не опустится ниже за пятнадцать градусов. На приканцы тыдня прыйдуть дожджи. У неделю местами махчимы на вольнице. Температура поветра прогнозуется до плюс пятнадцати у ночи и до двадцати трох-двадцати пяти у дзень. И на гэтым дзенный выпуск завершен. На наступный вечерний глядзите сегодня на телеканале Беларуси 1 у 18.40. До сустрече.